Несколько сотен участников и состоявшиеся, и начинающие предприниматели. Многие осваивают рынки малогородов, благо год назад в регионе стартовал соответствующий проект под крылом центра «Мой бизнес». Первый муниципальный офис был открыт в Кинишме, здесь подводят итоги работы предпринимательского сообщества. 300 участников этого сообщества, 100 человек, которые подали заявки на участие именно в проекте. И из этих 100 человек 24 предпринимателя создали свои проекты на основе партнерских связей тоже с участниками проекта, чем мы действительно прямо гордимся. На четырех секциях форума предприниматели обсуждают основные проблемы ведения своего дела в малых городах – взять логистические трудности. Но, к примеру, вичугский предприниматель считает, стало полегче за счет масштабных ремонтов дорог последних лет и запуска рельсовых автобусов. Хороший станет нашей дорог и наличие орланов, в том числе, помогает нам решать эти задачи. Наша команда часто выезжает и в столицу для деловых встреч, и с поставщиками, и различные форумы. В этом нам помогает «Ласточка». О кадрах говорят практически все, их не хватает. Кто-то делится опытом, как обучали сами для себя коллектив. Растили с нуля. Директор Приволжского завода готов закрывать вакансии иногородними. Орлан Беврайцентр. Вот в этом случае хотелось бы привлекать из Ивановской области в других городов людей. И перейду к вопросу. Станислав Сергеевич, подскажите, пожалуйста, Орланы планируется запуск в городе Приволжс? Чтобы запустить Орлан, должна быть не только платформа, которая уже построена на РЖД, но и такая базовая инфраструктура. Парковки для машин, парковки для такси, удобные остановки для людей, которые будут передвигаться общественным транспортом. Как только эта инфраструктура будет закончена, через определенное время, я специально сейчас не называю дат, но думаю, что это будет самое ближайшее время, мы обязательно запустим туда Орлан. Он был в планах изначально. Развитие транспортной инфраструктуры плюс благоустройство территории делает малые города привлекательными для бизнеса. А это новые рабочие места и возможность для местных жителей отказаться от вахты. Одно из самых больших моих достижений на этом участке это то, что люди, которые работали в Москве, вахтами и так далее, они стали возвращаться, и они понимают, что уровень дохода, который предлагает на сегодняшний момент комбинат, он адекватен московским зарплатам. Почему? Потому что не надо занимать квартиру, он находится дома, он всегда может помочь семье, что самое главное. Все темы для обсуждения на форуме предложены самими предпринимателями. Была возможность озвучить проблемы и губернскому руководству. В частности, говорили о тех присоединениях и налогах. Так, глава региона рассказал, что льготы для тех, кто работает на упрощенке, продлят. Причем сразу на два года.